если вы хотите вот допустим вас ситуация у вас острое какое-то состояние боль сильная какая-то да вас боль возникла где-то сильно и вы не можете убрать то самый лучший способ для того чтобы убирать боль это иглоукалывание если профессиональный рефлексотерапевт он быстро вам берет болевой синдром то есть иглоукалывание хорошо подходит когда есть боль и также иглоукалыванием хорошо лечить нервную систему и все связано с нервной системы ну то есть она на нервы влияет хорошо и на боль что в общем то тоже нервы вот иглоукалывание этим занимается гомеопатия если вы хотите лечиться гомеопатии гомеопатия хорошо лечат гормональной функции она действует напрямую на гормональные функции и через гормональные функции на все остальное да и при катары и при катары не спрашивайте я все буду вам говорить не не отвлекать вот то есть если у вас болевой синдром не снимается не вред для нерва какого-то это легче лучше всего лечить иглоукалывание запомнить иголочки могут вылечить нервную систему вот дальше поехали а невралгию могут вылечить иглу к может вылечить иглу калу есть врачи которые просто вот когда болевой синдром непрерывно идет есть врачи которые в ухо ставят кнопку с иголкой и болевой синдром проходит ну то есть это реально лечится именно так с помощью рефлексотерапии глоукалывание гомеопатии лечат гормональные расстройства щитовидная железа поджелудочная по-женски гормоны очень хорошо все остальное не надо лечить гомеопатии потому что она направлена только на гормоны вот эта медицина лечат гормоны запомнили ароматерапия это очень сильная методика и она сильно влияет на гормональные функции человек на психику но пользоваться арома маслами может только очень хороший специалист и здесь нужно правильно подбирать дозу силу воздействия там сколько нюхать мазать тем более на тело еще опаснее вот ну то есть я пробовал медицина очень сильная поэтому я так от нее отошел опасно может человека перегрузить в целом перегрузка идет жар появляется сильным потому что арома масла они сильно нагревают человек то есть они очень жаркие но есть арома масла которые почти безобидные просто улучшают настроение это розовое масло сандаловое масло лавандовое и мятное вот ими можно пользоваться остальные будьте осторожны значит массаж это хорошее лечение всегда суставов позвоночника мышц мышечной системы и также для всех больных аутизмом детей дцп массаж это очень хорошее лечение всегда они улучшают потому что они расслабляют массаж также хорошо расслабляет нервную систему этим медициной можно пользоваться для того чтобы снимать напряжение нервной системы и масляный массаж являет самым сильным массажом когда человек промасливают а потом мажут а потом массаж дел но знаете что когда вас промаслили и промасли не тем маслом вы можете прямо умереть прямо на массажном столе нет это не смешно потому что я даже знаю случай то есть поэтому масляный массаж является очень опасным и можно доверить только очень высоко как классным специалистам в целом хочет этого врач или нет я вам рекомендую следующее если вы хотите масляный массаж какой-то делать намажьте себе этим маслом густо сначала стопы и кисти и посидите 15 минут если вдруг вы стали чувствовать что вам стало очень жарко и плохо это масло вас точно убьет мысли ничего не произошло через 15 минут значит скорее всего все будет нормально но если вы хорошо масло вам подходит и вы промасливаете сделать масляный массаж эта методика может оживить человека то есть это омолаживающими методика потому что вот тот же самый жир и вот опухоль и вот то чтобы силаки копится и масло может выгнать у него из организма она сжигает все ненужное в организме и поэтому медицина существует такая аюрведа ведическая и в ней очень сильно развита методика называется панча карма в целом это очистительный метод предназначены для того чтобы ну человека избавить от ну токсинов всяких в организме лишнего веса и люди едут в киралу есть штат кирала там много-много таких врачей которые потомственные долго долго времени работают и там есть специальные клиники которые можно приехать на три недели и вам будут делать масляный массаж иногда рвот 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 на иногда слабительные йогу будут делать и посадят вас на жесткую диету и и вы а кирала это индия штат южной индии лучше всего ехать осенью или весной летом и зимой туда ехать не надо а зимой зимой можно ехать еще но летом не надо ехать точно потому что там с ума сойдете там очень жарко весной тоже ранней весной или поздней осенью или зимой можно туда ехать и кликатор на и лечение кликаторы предназначены для сильного тонизирования организма если у человека повышенное напряжение если у нее повышенное давление если у человека как бы но он в целом не спит напряжен сильно то это будет все только ухудшаться от аппликаторов вот а если человеку жарко по жизни допустим он толстый у него снижен тонус снижено давление снижено пищеварение тогда аппликаторы смогут ему сильно помочь что если же на аппликаторов их ходят по аппликаторам человек будет увеличивать пищеварение иммунитет тонус уменьшать жар в теле и убирать жир запомнили пчелы предназначены для тех людей которые мерзнут постоянно у них снижен иммунитет снижено пищеварение снижено давление они еле живые ходят и они перегружаются от любой погоды им плохо всегда становится и у них принципе нормальная нет аллергии тогда лечение пчелами то есть пчел садит на человека на определенной точке они пчелы жалят и человек это вылечивает от понижения давления понижение тонуса переохлаждения сниженного пищеварения сниженного иммунитета депрессии также депрессии лечит хорошо это аппетерапия пчелами так можно лечить если у вас повышенное давление жарко вам если у вас аллергичный организм сильное пищеварение и вы ставите пчелам только хуже будет и не лучше если человеку сильно жарко если человек перегревается постоянно гневается обижается у него лишний вес морда красная вот морда лица красная вот изжоги всякие постоянно гастрит эту такому лечению хорошо пойду подойдет лечение пиявками пиявки лучше все ставить только на ноги не надо там сейчас придумали на живот ставить там на бедра лучше только на ноги внизу на голени куда вот они присасываются сами природных когда человек заходит в озеро покупаться туда их и ставить надо ничего страшного в них нет пятки должны ставиться одноразово если допустим больному со спидом поставили пиявку эту пиявку потом поставили другому то этот человек тоже заболевает спидом потому что идет контакт с кровью поэтому пиявки это одноразовое лечение вот одну пиявку на 1 человек поставили все больше никому ставить не надо себе можно запросто возьмите ее себе пускай она у вас живет пост поместите ее в воду вот меняйте эту воду и когда она станет голодной где-то через месяц можно ее еще раз поставить и она опять с удовольствием покушает попьет вашу кровь она она пьется и сама отваливается то есть она отваливается а кровь при этом еще бежит она обезболивает сначала вводит прыскивает такую как бы специальную жидкость обезболивает потом пьет и дальше кровь лишний выходит когда лишний выходит кровь она останавливается вам пиявки подходит ну я просто сразу говорю человеку вот теперь сейчас телесно ориентированная такая терапия есть то есть человеку делают так вот нажимают на разные части тела вот так с ним разговаривают в это время это эта методика предназначена для успокоения психики и расслабление человека снятия зажимов позвоночники в суставах и хорошо подходит напряженным детям дцпш ником там аутистам то есть в целом как бы это в основном влияет на нервную систему и на мышечные зажимы в организме если они вам говорят что они лечат все подряд то только через это то есть допустим они расслабили человека и все остальное тоже успокаивается но что прямое какое-то действие там было на печень на сердце это маловероятно но в целом эффективность хорошая когда человек напряжен зажат у него что-то там криво все время не так головные боли они могут убрать с помощью этой методы там напряжение всякие виды разные напряжения дальше йога вот гимнастика йога предназначена для того чтобы человеку в целом как бы распределить энергию по организме на хорошо распределяет энергию по организму но она не омолаживает вот сама йога когда упражнение делается по две-три минуты каждое и много разных упражнений она не обладает омолаживающим эффектом она просто ну балансирует энергию в организме и тоже хорошо принципе можно йогой лечить все боли убирать в организме там восстанавливать все воспаление убирать ну то есть в целом баланс с помощью йоги возможен и но вот дыхательная гимнастика если вы допустим задержку дыхания делать делаете задержки дыхания вот это омолаживающая методика она может продлить жизнь но надо это делать я поэтому и не вам не дают это потому что это очень опасный метод его над делать с инструктором и хорошо знать как правильно делать эти задержки именно вам инструкторов таких мало хороших если человек просто ходит допустим зал где там вот эти вот снаряд все вот эти вот он там качается там все вот это это очень хорошо для здоровья в целом в основном укрепляет мышечную систему улучшает кровообращение дает тонус хороший но скорее всего не будет очищать организм от шлаков омолаживать глубоко потому что это интенсивное воздействие быстро и а надо делать надо это делать долго спокойно и непрерывно чтобы глубоко в психику и глубоко очищать организм но это тоже очень полезно я тоже вот у меня дома тоже есть вот такие вот я иногда тоже делаю там что такое чтобы мышцы тоже тренировать надо обязательно на беговой дорожке может пройти очищение но зарядка будет слабее а если вы после беговой дорожки посидите на свежем воздухе полчаса то будет тот же самый эффект мы побежали на беговой дорожке полтора часа потом посетили на природе и вы зарядились все может на и после делать не обязательно во время бега какие методы лечения вас интересуют а цигун цигун это такая методика она дает очень сильный баланс и контакт с природой с помощью ты цигуна можно установить связь с природой очень сильно потому что человек делать вот эти упражнения он дыхают выдыхают и он устанавливает контакт с природой и таким образом сильно заряжает батарейки но очищение организма происходит если вы это будете делать долго непрерывно понимать не отвлекаясь там полтора часа цигуна уже идет улучшение правило увеличение продолжительности жизни еще какие методы но это тоже самое ну как бы йога есть йога то есть это просто гимнастика но я знаю что это другая там больше на дыхательные упражнения не упирают там в лотосе сидеть там энергию поднимать вверх подпрыгивать на попе там пытаться взлететь я понимаю как бы ну когда стоишь неподвижно стоишь очищается тонкий канал то есть идет увеличение продолжительности жизни тонкие психические каналы очищаются и хронические заболевания проходят в результате мать есть хронические заболевания это в тонком теле глубокие зажимы в организме эти зажимы никак не вытащишь наружу никакие противовоспалительные средства не помогают ничего только если человек долго поститься не долго не означает много дней подряд означает раз в неделю делает пост то у него постепенно начинают прочищаться эти вот зажимы тонкие каналов вот эти если он стоит неподвижно это происходит после 25 минут стояния начинается уже прочищение вот этих у человека из четыре цилиндра в целом как бы первый цилиндр отвечает за кожу и подкожную клетчатку 2 отвечает за всю кровеносную систему 3 отвечает за все внутренние органы и 4 отвечает за нервную систему за всю самый глубокий и там же находится гормональные функции в 4 если человек стоит где-то непрерывно полтора часа или возле дерева или так неподвижно стоит то у него доходит до 4 цилиндра уже а когда он стоит 50 минут у него уже пролечивается 1 полностью лучше на улице конечно чудо сразу а как возле стенки ну можно возле стенки чё нельзя но если вы на стенку так облокотитесь то очищаться организм не будет потому что это не аскеза я я могу допустим тоже я научился стоять на левом боку после еды вот прям стою на левый бок и стою так 40 минут иногда даже отдых хороший после еды хорошо лежать на левом боку отдыхать или гулять или сидеть всем людям по-разному посмотреть попробовать ну то есть я встаю на левый бок после еды но это не очищение организма это просто отдых то же самое я к стенке встала так расслабился то не тщение организма это вот выпрямлять осанку если вы стоите все-таки на ногах не опираетесь на стенку а просто держите осанку то это нормально да не расслаблено твердо активно стоять надо тогда будет очень организм и она идет следующим образом сначала все тело отекает это значит что каналы энергии в каналы втыкаются пробиться не может отек наступает потом дальше идут мурашки неприятные кажется что я как будто умираю мурашки какие-то болезненные ощущения или жар это значит пробивается энергии потом еще хуже ощущения человек чувствует что у него все тело они мило сейчас вообще умру вот они менее такое в теле они менее наступают и потом легкость вот когда легкость наступила с этого момента начинается только очищение организма обычно вот легкость наступает после 25 минут стояния а вот эти все спецэффекты начинаются после 15 а если вы а если вы простояли 45 минут то у вас первый цилиндр очищается уже но даже наверно так после 35 минут то есть каждые 15 минут потом очищается по одному цилиндру как часто если вы четыре цилиндра очищаете то лучше это делать раз в пять дней а если вы один то можно каждый день до допустим говорит чугу к разница почему врут если человек верит во что-то это действует вера человека 10 состояние в храме еще круче а еще молиться когда стоишь вообще супер потому что еще судьба побеждает когда человек стоит неподвижно или понимаете есть положение тела побеждающие судьбу я вам расскажу их сейчас если хотите когда человек стоит неподвижно он способен терпеть свою судьбу как дерево терпит так и человек стоя когда человек на коленях стоит неподвижно он принимает и просто терпит он принимает судьбу терпеть означает как бы задолбали но я смогу вытерпеть никого терплю а принимает значит он расслабился уже его долбают а он как бы уже расслабился это более сильно да на коленях стоит от сильнее чем просто стоястые а когда человек садится еще на ягодицы называется поза алмаза еще сильнее тогда он пробивает судьбу уже это еще тяжелее так сидеть когда человек сидит в позе лотоса вот у него вас плетены ноги или полу лотоса когда одна нога у него увеличивается концентрация внимания на молитве то есть он становится очень осознанным и память у него очень сильно контролируется о чем он помнит то есть когда он в лотосе сидит я человек позе бабочки садится это означает стопки вместе колени как можешь просить спина немножко полусогнутая так стопки вместе коленки разодвинул это поза бабочки то это положение очень сильно умиротворяет и успокаивает предназначена для людей которые находятся в стрессе или в депрессии положение умиротворяет делать человека таким спокойным гармоничным такой счастливый становится а акваэробика я вот эти вот я вам перечислил все положения тела которые ну и нужно использовать для молитвы и если вы молитесь долго вы допустим находитесь в одном положении тела не можете дальше находиться в нем меняете на другое положение тела и опять неподвижности потом на третье потом на четвертой их всего 5 поэтому хватит вам менять можете встать неподвижно стоять когда человек молится идет у нее включаются мысли человек ходит он думать начинает а когда он стоит включается разум до чего-то не двигается всегда включается разум побеждать судьбу когда чё движется всегда он включается и он молитву направляет события какие-то ну как бы обдумывает и легче понимать все становится осознание приходит но чтобы побеждать судьбу нужно не двигаться иначе ничего не победишь мало кто в этом соображает моих лекциях есть много материала на эту тему изучать я на фестивале благость есть у нас на сайте фестиваль благость такой зайдите туда там есть лекция на фестивале благости читаю про здоровье много говорю то можно послушать там лекции об этом вот это судорогой сводит это это третья стадия вот смотрите первая стадия ничего вторая стадия да я по ним понял чу выступает это вот значит первая стадия отек отек отекает все чудо люди ночи кают учебные заставлю отекать вот вторая стадия или жар начинается или судорогами свой этот 2 стать пробиваются энергия пробивается на 3 стадии не имеет вообще такое ощущение что у тебя там вообще как бы ты не чувствуешь свою ногу в жале геннадь вы че меня заставили и на 4 стадии легкость и тогда поймете че олег геннадь вас заставил когда всю легкость появляется в теле поднимите руку кто дошел до четвертой стадии в каком-то упражнении и легкость пошла вот есть люди видите четыре человека уже героические то есть в этом момента начинается омолаживание организма